Не только военные корабли и подлодки покоряют северные широты. В Ледовитом океане началась работа российской дрифующей полярной станции «Северный полюс-41». Ледостойкая платформа пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров. На лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на Большую Землю. Со льда ушла первая метеосводка. Предполагаемое генеральное направление дрейфа проходит через приполюсной район в Гренландском море. После выхода из пролива Фрама платформа своим ходом придет в Мурманск. Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедицией под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Специалисты Арктического и Антарктического НИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного позирования научно-исследовательских лабораторий – ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Судно, не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в этом году. Оно станет для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и даже измерительным прибором. В корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку. Продолжение следует...